у нас тут просто неожиданный врыв потому что у нас уже начался матч собственно всем хорошего настроения у нас финальный день asus rock и давайте врываться у нас здесь матч lifecoach против паудера lifecoach у нас играет на ханте и паудер у нас играет на варе небольшой инсайдик судя по всему у паудера это контроль вар потому что видели мы защитницу на этом может быть экспериментальный вариант патрона аля на ирея что я на ирею любил у нас иногда в патроне использовать защитниц ну и давайте будем врываться и по ходу игры уже расскажем вам все самое интересненькое ребят это не повтор это лайв так что нашему любимому чатику который очень любит потроллить огромный привет ну и конечно же в гостях у нас сегодня в студии как и в принципе на протяжении этих всех трех дней игрок команды hellraiser sneak chipper скажи привет зрителям ты уснул повис бедняга врываемся да доброе утро всем ребят всем кто надеемся вы выспались да да выходной день так рано проспаться ради финального дня турнира что сразу врываемся в матч первый матч очень интересный сильнейшие игроки life coach powder осталось то у нас всего 8 игроков третий день 8 игроков будут сражаться за чемпионский титул и за 10000 долларов до первое место 10000 в целом призовой фонд 25 тысяч долларов очень очень впечатляющий призовой фонд и в целом я для себя подбивала вот результаты у лайф коча конечно бешеный винрейт у лайф коча винрейт просто невероятный очень силен этот игрок мы не единоразово отмечали что он находится в одной из лучших сейчас своих кондициях наверное 59 процентов у него винрейт причем матчи у него достаточно много сыграно 88 побед 60 поражений на про сцене и он уже встречался с паудером в личи в личных встречах и паудер его победил со счетом 1-0 то есть у лайф коча повод отыграться давай же смотреть уже врываться в игру да 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 и мы врываемся что ж мы видим что у лайф коуч играет либо гибридом я думаю что это все таки мид рейндж потому что да потому что действительно есть царь гибриды и powder control warrior напоминаем ребят что по правилам игроки могли поменять свои колоды добавить какие-то либо изменения с прошлых дней но классы менять нельзя это вносит изюминку туда действительно каждый день получается каким-то особенным более интересным что ли потому что мы не смотрим на одни и те же деки вот например я безумно рада что паудер поменял деку и взял не попсового контроль вара сейчас то есть мне это очень по душе и кстати мид рейндж хант против контроль вара это тяжелый матчап для ханта потому что не всегда хватает у тебя урона чтобы пробить вот эту невероятную жирность ну и мы видим что у паудера на руках огромное количество как раз таки вот этой жирности это защитница два блока щитом вам два мастера брони то здесь все хорошо в идеале конечно же иметь экзакьют чтобы расконтролить в дальнейшем высокогрива знаешь единственное что меня смущает вот нам подсвечивают powder а до рука ходит у лайфкоча я надеюсь этот раз оператор у нас не ошиблись у нас действительно все-таки играет powder на что у нас вчера на протяжении всего дня нас пытались путать кто же за кого играет да да я с тобой абсолютно согласен здесь немножко странно конечно на камере руки двигаются у игроков но мне все-таки кажется что финальный день все хорошо и думаешь они уже настроились да 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 то есть я думаю это powder играет на вориаре ну судя по всему действительно так давайте дождемся просто каких-то ярких эмоций от лайфкоча что уж точно сказать что это он это именно тот лайфкоч которого мы все знаем и любим ну и ладхип наверное сейчас будет у нас от лайфкоча да скорее всего это будет ладхип ярких эмоций от лайфкоча ну давай не будем пусть пустили тролля пустили тролля понесся знаешь как я понял что за варьера играет powder если бы на вориаре был лайфкоч то это было бы до фитиля да гениально ладсон это просто действительно гениально я думаю здесь очень неплохое решение вскрыть морозную ловушку с помощью оружия ну и конечно же armor up следующим ходом кстати можно будет забузить не забузишь если зайдет надсмотрщик до вару то можно будет сыграть надсмотрщика опытного владхипа но я прям слишком наперед смотрю давайте просто наслаждаться игрой кстати powder также является одним из сильнейших игроков на данный момент 9 он в европе 19 в мире впечатляющий список турниров к сожалению не очень часто мы видели его на про сцене знаешь он выступал много другое дело что он не выступал на супер известных таких каких-то турнирах и для широкой аудитории он не является фаворитом потому что мы все больше любим лайфкоча да каких-то людей которые прям на всех топовых турнирах появляются то есть они постоянно на слуху на виду powder тоже высокоуровневый профессиональный игрок но у него нет вот этого запаса медийки и дикой популярности чтобы за ним постоянно следили искали его имя на каждом турнире иногда его участие в каком-то даже серьезном турнире проходит мимо зрителей мимо кастеров потому что иногда матчи разделяют и не все матчи мы на стримах смотрим даже если мы видим имя powder в списке участников не всегда мы запоминаем к сожалению так что для powder а сейчас хороший шанс победить чемпионский титул я думаю что это даст хороший толчок ему к профессионалу да да тем более что вообще powder когда выходил в серию плей-офф и считался одним из фаворитов но первый матч конечно в плей-оффе сразу против лайфкоуч который также считается одним из фаворитов этого мне кажется что многие скажут что он вообще этот турнир должен выиграть то есть я не скажу что я прям на сто процентов придерживаюсь этого мнения потому что лайфкоуч хорош без сомнения но у него будет дичайшая конкуренция потому что там безумно сильные игроки встретятся в плей-оффе вспомнить того же хоя до темную лошадку мартина крика о котором мы толком ничего не знаем но который на пути к плей-оффу разгромил огромное количество людей не будем забывать о тайсе асткаки томи в вортексе то здесь будет очень тяжело все игроки которые вышли в плей-офф молодцы и сильны конечно это даже не обсуждается ну и здесь у нас хант пытается продавливать максимально даже отдает килл команд в опытного охотника ну и пытается у нас додавливать и вот тот самый момент когда опытный охотник был сыгран там был сыгран действительно темп опытный охотник просто чтобы разыграть и это не самая удачная идея но здесь есть потасовка я думаю что powder нет все дело рассчитывал поэтому сейчас стоит играть потасовочку и надеяться что в потасовке выиграешь ты хотя шанс мал а ну или бомба 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 тоже было бы неплохо я думаю интересно что лайфкоуч выбрал хантера в первую игру не часто такое увидишь ну да он знаешь вот чем дальше тем больше я его начинаю уважать это человек который не при мне прогибается в большинстве случаев подмету да вот сейчас многие начали играть агропалами фэйс хантами он этим не играет он как в своем послематчевом интервью говорил мне это не интересно на я беру деки которыми я хорошо играю я побеждаю если винрейт моей деки против деки оппонента там 60 на 40 не в мою пользу да то 40 процентов говорит это неплохой шанс тем более если я хорошо этой декой владею я могу выиграть этой декой то есть да да я абсолютно согласен тем более это это очень сильно это реально очень сильно и смотрим на лайфкоуча потасовки выживает бомба плюсовая потасовочка сейчас для паудера еще и бомба всего на одну единицу урона очень повезло сейчас вару да да и мы видели его дэк неплохой топ дэк действительно сейчас это именно то что нужно чтобы попытаться за финишить в идеале конечно же лайфкоучу еще нужен зверь чтобы скомбинировать с килкомандом псарем знаешь вот против варов такой момент страшновато играть лук потому что ты можешь поймать харрисона джонса и оппонент накрутить себе броню и выйдет зоны поражения а ты отдал килкома но в принципе ты подавал своих финишеров единственное осталось у тебя два высокогрива то есть это очень серьезно но не знаю получится ли выиграть за счет этого против контроль вара у которого еще мощный удар и щитом остались еще и два шилдблока в руке мы еще и два шилдблока тут ты полностью прав я бы пожалуй здесь делала ставку наверное на лук но лайфкоуч решил сыграть псаря собирается финишить видимо следующим ходом за счет лука и килкомандом не пугает он раньше времени оппонента не дает шансов то что если есть харрисон то оппонент добирает возмездие это просто нереальный топдек потому что ты можешь сейчас зачистить полностью стол и накрутить себе дополнительных 10 брони то есть ну это очень серьезно и после такого у нас конечно должен левать я думаю хант потому что я не уверена что хватит ему бомба на 2 ну что 16 хп будет сейчас у воина здесь еще и хороший лейтгейм бум здесь есть еще белчер да не здесь вара все замечательно вот я люблю контроль вара да с одной с одной стороны оппонент тебя продавливает продавливает почти любой оппонент да такой более или менее агрессивная дека midrange даже тоже так она пытается тебя прессовать давить и финишить если контроль вар умудряется стабилизировать в критический момент ситуацию игра переворачивается абсолютно наоборот да и в нынешнем мете контроль варов очень мало мы видим но когда мы их видим у них очень достаточно высокий винрейт ну это так кстати смотри сейчас очень интересная ситуация что решит у нас powder снять лук не получить три урона в лицо или же заблокировать крошера до решился он на блок крошера и если сейчас будет зверь сова или сова сова это прям вообще провал если он сейчас повесит взрывную ловушку и не станет бить вскрываешь берешь с харрису на две карты вероятнее всего получаешь алекстразу и просто разносишь своего оппонента в клочья обожаю контроль вара просто невероятно люблю эту колоду но к сожалению она сейчас не столь хороша как было когда-то за счет очень очень агрессивной ладерной методы в принципе турнирный до особый привет эрдию которого там line up был настолько агрессивен насколько можно было после в рамках последних турниров там испанского турнира это привет окопу который также набрал кучу агрессии и пытался всплыть на высокие ранги за счет этого не ранги знаешь я вот про ладер уже думаю у меня я конечно коварно но вот я сейчас смотрю игру и представляю что хочу очень поиграть новый сезон же нужно апать ранги нужно добираться к легенде поэтому меня все мысли конечно же сейчас о том что их поиграть бы сейчас да но я не сказал бы что контроль вар слаб да он действительно он не популярный сейчас но дека осталась да конечно дека осталась абсолютно так такая же сильная она как и была без сомнения но сейчас не у каждого хватит терпения за эту деку играть это прям вот сто процентов то что это дека требует определенной усидчивости контроля одна маленькая ошибка то в некотором моменте стоит тебе игры поэтому за вара нужно быть очень внимательной ну и здесь у нас топ дек в принципе собак но я думаю что здесь у лайфко еще уже нет абсолютно никаких шансов он конечно будет пытаться знаешь я предлагаю вот в такие моменты когда такие игроки как ну мы разделили игроков да на две категории такие игроки в принципе по отношению к игре как lifecoach в плане они даже в супер проигрышной ситуации они никогда стараются не сдаваться они стараются идти до конца а есть наоборот другие игроки по моему powder как раз таки относится к другому типу игроков который когда у него он видит что аутов у него нет он не тянет кота за хвост он берет и сдается я предлагаю в такие моменты не знаю чтобы не ломать психику настроение просто просто да ну что сейчас может сделать lifecoach но это просто провал потому что здесь у него собаки здесь у него килл команд ну и я думаю что даже терпения lifecoach не хватит если powder разыграет на себя алекстразу которая пока к слову нет у него в руке а колоду он перебрал очень серьезно смотрите какая большая разница у них в картах powder действительно все очень даже неплохо ну и следующий ход там можно будет уже организовывать летал и powder смотри как интересно powder играет судя по всему у нас вокруг собак наверное потому что выставлять бума опасно потому что получится шесть собак до 2 придется отдавать в слизь дальше может выиграть lifecoach общились давай посмотрим я думаю никак извините собаки килл команд quickshot into сова и тогда но нет ну нет извините но пожалуй нет так нужна сова с квикшота если приходит сова с квикшота лейкоуч заберет эту игру да ну это будет не честно ребята это реально будет не честно и это просто баланс ханта будет кстати а поднять шанс сову есть и неплохой потому что в колоде также осталось мало карт если это будет сова я не знаю что я сделал я серьезно это было бы не честно вот это был бы настоящий киберспорт потому что ну это не честно вар пытался у него действительно все было хорошо он максимально старался обыгрывал все аспекты и я считаю что эта игра должна быть за ним он заслужил эту игру вообще в этой серии мы видим что lifecoach проявляет эмоции и причем довольно много эмоций интересно конечно чай ты же lifecoach эх опять же знаешь наверное можно разделить периоды периоды lifecoach уже даже такое понятие есть периоды lifecoach на те моменты когда он только начинал как профессор да были у него там супер он был очень спокоен всегда но тогда у него не было каких-то супер результатов потом он заиграл очень хорошо также был супер спокойно а потом он заиграл хорошо и начал еще эмоции проявлять то есть радовать зрителей уже во всех аспектах очень очень хороший игрок и все таки первая игра у нас за паудером но для ханта это был не самый приятный матчап да действительно здесь ты можешь против контроль вара ты можешь рассчитывать только на одно если ты ставишь late game у контроль вара нет ответки ты хорошо занимаешь стол у вары нет потасовки то есть все сводится к ключевым моментам к римувалом будет ли у вара вовремя римувал мы с вами знаем что у вара огромное количество римувалов и шанс на то что эти римувалы будут очень высок что ж продолжит ли lifecoach играть на ханте но все зависит у нас от подбора дек от паудера этот момент к сожалению мы не можем вам разъяснить так как сами не знаем что как ну вот отличненько прям они нас услышали супер все замечательно от паудера а почему у нас зачеркнут вар будет и у паудера остается друид варлок я так понимаю лайфкоуч забанил ему паладина и мы видим это лайфкоуч есть хантер также есть паладин и еще есть у него вар лайфкоуч и скорее всего это патрон то есть видишь ребята не проснулись напомню что турнир у нас проходит в финляндии у нас сегодня с вами третий день третий финальный день и у нас ребята которые занимаются трансляции тоже еще не совсем проснулись взяли зачеркнули лайфкоуч у ханта хотя хантом он не выиграл дает паудеру надо вара зачеркивать не совсем верно они там подсвечивали нас смущают вот такие маленькие нюансы но я их как близко понимаю да близко находятся игроки друг другу очень близко ты знаешь захочешь дать леща встаешь и даешь леща на меня на меня очень плохо влияют парни в студии это просто кошмар ребят они меня плохому учат про лещей тут про все вот этот кошмар просто они наверное также думают боже кто пустил женщину в студию вся техника ломается ничего не работает время прохладных историй но о чем нам сейчас по сути говорить то что лайфкоуч у нас берет ханта что не было матча сейчас у нас матч лайфкоуч играет на ханте паудер играет у нас на чернокнижнике и все зависит от того какой это чернокнижник да потому что если это зушка то у лайфкоуча очень неплохие шансы если это хэнд лог то тут у также много нюансов ну честно вот если вот прям совсем честно то в противостоянии хэнд на ханта я бы пожалуй поставила на хэнда потому что у него слишком много всевозможных зачисток аутов очень сильных существ а у мидрейндж ханта есть возможно только одна метка охотника но тут я думаю что любители мидрейндж ханта могут мне возразить да потому что у ханта очень много липких существ которые сложно зачистить хант может очень хорошо открыться на раннем этапе игры а у чернокнижника не будет зачистки то есть здесь здесь все очень очень интересно и это у нас малигос чернокнижник за по ожогу мы это малигос чернокнижник честно говоря лис я как раз один из тех людей которые бы тебе возразил насчет хантера и хэнда ой да молчи хан тяжело тяжело сказать нужно видеть руку рука многое зависит о варлока руку хартовой руки от продолжения какое тебе заходит от от многого зависит то есть это не тот матчап где можно сказать что да неважно что там будет этот сто процентов выиграет вообще в хардсоне так нельзя сказать потому что мы все знаем что может быть топдек может быть не топдек и вообще у тебя может пропасть интернет да это киберспорт здесь пропал интернет ты проиграл все просто все легко сказал человек который вчера из-за падения интернета в пришлось потерять несколько рангов как же хочу как же хочу хардсона я не нормальный человек я я просто не нормальный человек мне после трех дней турниров нормальные люди наверное бы не могли смотреть на эту игру а я после трех дней турниров прихожу домой и шпилю еще часа четыре в хардсона я просто не могу это именно та игра которая меня настолько сильно затянула так life coach разыграют ли прогнома будет ли здесь у нас квикшот отдан главаря неприятно существует этот главарь бесов на самом деле смотри тут даже если ты забираешь одного беса остается второй без который все равно разменивается с твоим жонглером я предполагаю что у нас life coach пока не подозревает что это за тип колоды потому что главарь банды бесов может быть и узушки и когда выйдет вот специфическая карта по типу бомбы и по типу сумеречного дракона уже будет ханту поздно об этом думать то есть пока пока паудр хорошенечко маскируется под зушку но бомбу он уже отдал показал бомбу и в коже должен понимать что это за оппонент и наращивать каким-то образом темп знаешь лезь у паудр очень хорошая рука у него был главарь банды бесов у него была дарк бомба также у него есть им положено крошер у него есть дракона чертых вот здесь нужно чтобы беспощадный хорошенечко заехал на 3 желательно а лучше и на 4 а почему не дракон здесь то есть нужно посчитать все варианты но все-таки им положено я бы наверное тоже возможно не стала бы рисковать потому что всего лишь беспощадный на 2 и еще и гиена если сейчас зайдут собаки это может быть провал нет нет собак вот лайфхотчу сейчас нужно каким-то образом наращивать темп и пытаться идти в лицо потому что малигос чернокнижника есть обычно два хилл бота это 16 единиц за хила и ты это все просто не пробьешь да гиена конечно у пас крошера она неплохо но ее не реализовать энергии никакой с такой рукой если были собаки можно было бы попытаться без собак без вариантов как у нас разыграет сейчас лайфхотч сыграет крошера или разыграется с через два существа ученого крипера ему ну он прекрасно понимает что сейчас против него играет малигос чернокнижник это уже не зу так как зу не играют дарк бомбы очень очень редко и даже вряд ли в турнире будет зу играть дарк бомбу что ж я бы сыграл мать сантис плюс крипер и пошел бы в лицо лайфхотч думает так же да да лайфхотч думает так же нет смысла так гиена и так умирает мы видим что у паудера есть второй импло уже он неплохо сейчас заедет единственное нужно надеяться что не будет собак и ты правильно издал вот эти интересные звуки потому что слизень здесь может очень сильно подпортить настроение ханту как же слизень ворвался вообще в эту мету да вообще просто с ноги открыл дверь вы видите они плохо на меня влияют они серьезно меня плохо влияют чёрт если вы паудер на прошлый ход сыграл дракона сейчас бы у него ситуация была получше я думаю ну не знаю мне беспощадный понравился больше но конечно беспощадный получился отвратительным по нижней планке всего на 2 если бы хотя бы на 3 сыграл ситуация была бы в разы лучше ну и ты говоришь что лучше было бы следует тем ходом сыграть сумеречного а если бы был железноклюв ты бы потерял в размер этого дракона и крошер бы пошел тебе в лицо еще один ход это еще четыре урона и ты бы не убрал эту опасность есть мне все-таки такая последовательность нравится больше тоже верно тоже верно им положено 2 всегда печально им положено 2 здесь легко очень играть вокруг hellfire а но мы видим у паудера его нет что ж и mortal coil самое чувство когда в руке у тебя ус пол игры это в принципе как бы для тех людей которые очень много играют лады это нормальная ситуация потому что ты же знаешь аналогично когда у оппонента я не знаю у тебя в руке стартовой руки харрисон у оппонента нету оружия больше чем половину игры то есть это норма кто играет хардстоун к таким ситуациям привык вот когда ты на мулигане оставляешь такую вот ситуативную карту не всегда получается хорошо ее разыграть но и здесь за счет того что с крошера вывалился провокатор пришлось 4 4 идти в этого провокатора и сейчас нет возможности забрать эти два существа и здесь еще тап и там есть килл команд 8 урона и ладхип ладхип не так карта которая сейчас идеально 8 урона только с килл команд а еще если добавить туда способность героя это десятка не хватает совсем немного но там хиллбот там хиллбот и вот сейчас интересно я думаю что стоит ставить ладхипа стоит подчищать мелочевку и возможно даже ставить безумного ученого и следующим ходом пытаться ваншотить но здесь иногда иногда нужно идти еллу против подобного чернокнижника потому что если ты будешь вокруг него нарезать круги я вас прошу если ты вокруг малиго с чернокнижника нарезаешь круги он потом разыграется и достанет хиллботов захилиться достанет императора потом малиго са и урон здесь желательно либо убил либо умер как я позитивненько тогда но это правда нужно убивать за ханта действительно ну не знаю за хэндлока например нужно выжить на раннем этапе игры там всегда выиграешь соперника если переживешь да то есть бегем хаты кстати опытный охотник мог бы неплохо зайти если бы был бронящийся сержант но к слову на малиго с чернокнижники я люблю малиго с чернокнижники я люблю связку опытный охотник плюс сайфон соул но сейчас бы сайфон соул был бы не очень продуктивен а те кто используют два опытных охотников большинстве случаев используют бронящихся сержанта чтобы хоть как-то зачищать 5 дропа но здесь мы видим узо в колоде поэтому я думаю здесь нет броняшка вообще но не факт мне кажется это не совсем аналогичная замена как минимум хотя слизенью это хорошая изюминка мне она нравится я бы очень сильно хотела по окончанию этого турнира посмотреть деки так как организаторы не мы организаторы у нас asus rock финляндии турнир в целом проходит финляндии я не уверена будут ли опубликованы деки но мы постараемся их достать да мы постараемся их достать возможно даже попросим у игроков то есть но здесь все очень сложно ребята что есть очень-очень много условий так что по крайней мере мы попытаемся эти дочки найти и вам показать потому что честно на этом турнире было очень много экспериментов я не думала что это скажу но мне очень запомнился и поразил самое сердце хэндлок с двумя призывателями с малганисом джераксусом и внимание дум гвардом это конечно было не интересная версия в любом случае ребят подписывайтесь в группе вконтакте хэстарладдер следите за да кстати действительно ребят подписывайтесь там осталось буквально несколько человек до 5000 так что вступайте поддерживайте следите за турнирами которые будет освещать студия старладдера конечно же подписывайтесь на мою группу вконтакте и на мой twitter какая я хитрая вконтакте али сами тв и в твиттере али сами но у ника нет социалок есть только личная страница так что спамьте ему в личное сообщение сейчас я его так просто закопала шутки шутками но поддерживайте наших игроков поддерживайте ребят которые сейчас сражаются за возможность поехать в чехию нам европейская квалификация road to blizzcon также впереди дрем хаки у игроков одно ощущение типа блин столько квал играть а у меня другое ощущение о сколько мальчик смотреть на иса я я это очень люблю и здесь у нас заходит 5 дроп который можно разыграть в серию и фристрап какая хорошая морозная ловушка но здесь конечно powder сам сделал эту морозную ловушку настолько хороший то есть он специально вскрыл одного безумного ученого получил второй секрет и вскрыл этот секрет если бы это были змеи а если бы это были змеи чтобы он делал да уешек нет а уешечка то нет но он угадал 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 да он проверил причем теперь у него будет не два исцелятора а 3 да очень все круто у лайфкоуча рука была хорошая не идеальная но хорошая powder 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 еще лучше и таким образом олига слог для или малигос для себя минусовый матчап вытягивает сейчас мы видим ну знаешь прям минусовый я пожалуй вот в таком матчапе да я играла очень много за ханта я за играл очень много за малигос чернокнижника в такой встрече очень важна рука чернокнижника не важно какая рука будет у ханта даже если у него супер хорошая рука у тебя может быть тоже супер хорошая рука если у тебя хорошая рука ты эту встречу выигрываешь если ты нигде не тупишь не подставляешься не мисплеишь не совершаешь никаких глупых мувов этот матчап в принципе тебе на руку очень даже но зависит от твоей больше от твоей руки нежели от руки оппонента если у тебя есть все что тебе необходимо то рука оппонента тебя уже и не особо волнует потому что ты можешь зачистить абсолютно все за счет связок вот этих например пятого дропа да там наличие аое не знаю наличие хороших существ беспощадных не знаю там драконов главарей банды бесов ранее игра то есть здесь конечно очень интересная дека но почему одно время это дека была популярна даже в ладере но многие от нее отказались потому что опять же для нынешней турнирной и турнирной и ладерной мета это дека немного медленновато потому что агро полы эту деку в принципе разрывают не знаю те же зушки имеют неплохие шансы с другой стороны игрок команды hellraiser штану дачи мой тиммейт закончил этот сезон в топ-10 как раз таки на малигос черноктижники подожди подожди давай не будем во первых мы это простые смертные как бы не находимся на топ легенда я говорю о подавляющем большинстве игроков которые играют на высоких рангах но не могут посоревноваться там за топ-10 европы допустим кабанчик и хила нет одна единица здоровья неужели за счет вот этого просто хрю хрю вас хант выиграет игру я такие моменты вот реально терпеть не могу подожди есть еще шанс лазурного дракона просто пауды сейчас должен стать и попрыгать с бубном потому что и смотрите сейчас на лайф куча ну я считаю это достойно потому что этот матч должен был выигрывать реально должен был выигрывать у нас чернокнижник это было не больно это было прости смертельно офигеть как больно леся и заметь у варлоков все-таки есть обусил сержант и сейчас будет комбо с бронящимися сержантами опытным охотником я уже думаю и был салфаер мы видели а еще и аргус здесь сержант это летал ах я такой супер контроль игрок да действительно здесь у нас два спелл пауэра есть еще и бронящийся да на всякий случай знаешь лучше пересчитать чем не досчитать да и делать потом неловкое лицо что ты не досчитался урона на турнире хрю хрю ворвался очень круто но у меня же знаешь сердце ёкнуло не но эти кабаны это просто эти хилботы стоп дэк это просто валидол гейминг я если кто-то думает что хардстоуне нет экшена зайдите в хэс поиграйте пару каточек играешь против ханта понимаешь что эта каточка уже твоя и тут врывается вот этот кабан на скиле и опыте влетает киллкоманд и ты стаешься с одной единицей здоровья на скиле и опыте да и тут ты понимаешь что от тебя тут ничего не зависит только от топ дэка а действительно можно ли как-то у близзардов узнать инфу сколько за всю историю было призвано кабанов да да я видела в твиттере карту как всегда наша комьюнити очень креативная троллили троллили близзардов что сейчас будет новая карта для ханта призвать трех кабанов но там честно говоря на карте было нарисовано очень много кабанов и и знаешь я открыла посмеялась а потом ужаснулась если такая карта реально появится как эти патроны на кабанах или кабаны на патронах это просто кровь ладно не будем об этом потому что я уже в ужасе если честно кого ты не любишь больше кабанов или патронов я кабанов я люблю за ханта то чисто лилась ну блин мидрейндж хант это очень хорошая дека очень хорошая дека с очень хорошим винрейтом если на турнире у ханта винрейт порядка 70 процентов то у патрона порядка 50 то есть судите сами это глупо отрицать продуктивность деки например не знаю как у кого у меня фейс хант например получается гораздо хуже в миллионы раз нежели там мидрейндж хант то есть если за мидрейндж ханта удается добиться винрейта больше там 70 процентов то за фейс ханта винрейт держится на уровне 50 процентов одно дело может я неопытный фейс хант потому что фейс хантом я все-таки мало очень играла или же почти не играла да а мидрейндж хантом я играю уже наверное почти третий сезон ну не знаю дело опыта не опыта но как по мне мне кажется мидрейндж хант более стабильная дека у тебя есть ауты это все таки зависит еще от стиля игры наверное и от заходов что ж врываемся в игру ребят хочется сказать что сейчас счет 2-0 в пользу паудера лайфкоуч дважды проиграл охотником но у паудера остается друид я считаю что лайфкоуч это один из тех игроков которого поражение не сломлет и он может выиграть три подряд тем более что у него неплохой война против друида он специально специально взял паладина да да то есть кстати паладин это самый слабый из всех трех колод лайфкоуча в лайнапе против друида то есть если сейчас он выиграет паладином то другими еще почему самый слабый потому что мидрейндж охотник имеет довольно высокий нерейт против друида даже плюсовый матчап и патрон вар имеет против всех хорошие ну это допустим мы еще не знаем что это там за у лайфкоуча завар мы конечно же с тобой правильно вероятнее всего подозреваем это патрон да но это может быть элемент неожиданности контроль кто знает кстати леся ты заметила что паудер в стартовой руке имел харрисона джонса но решил поменять против интересное решение класса с оружие но видишь ребята видимо нам сегодня демонстрируют о чем мы говорим то есть мы с тобой буквально несколько минут назад обсуждали харрисона в стартовой руке что это и слизнюка что это вроде ситуативной карты некоторые нам разные игроки оценивают по-разному некоторые на мулигане эти карты оставляют другие же наоборот на мулигане эти карты скидывают тут уже все зависит от личного предпочтения какого-то вот четкого правила по этому поводу нет то есть каждый играет от себя от своих представлений здесь хорошая зачистка от паудера с хранителя чаще но признаюсь я не люблю потраченного вот таким вот образом хранителя чаще потому что у паладина да если он особенно играет с крошерами очень-очень много целей под сайленс хороших целей под сайленс это сильвана это тирион это я только две самые опасные легендарки а там может быть все что угодно да там может быть действительно да кстати лайфко очень у нас большой любитель вот этих пилотируемых големов 64 с хрипами одно время он очень активно эти существа использовал ну знаешь я так просто анализирую лайфко очень любят деки липкие вот схрип наполнять просто деки вот такими вот неприятными существами сейчас он придерживается более уже классического стиля в одно время он прям дико экспериментировал занимался чем-то своим вот у него там супер какие-то варики его были но и здесь что-то у нас конечно подводят нас организаторы с трансляцией с качеством ну да ладно я думаю что здесь свой будет скорее всего то есть вот а я бы не стала возможно они подожди там монетка там монетка если там монетка то однозначно размах если бы монеты не было то я бы не стала давать размах ты правильно отметил здесь многое упирается в монет не многое а все упирается в монетку может быть интендант или нет и лайфко все все очень очень плохо так как нечего играть все ситуативные карты не знаю мне кажется что друид против паладина это нудный да это нудная встреча потому что огромное количество хилала и в коч еще может играть на своем паладине 2 хил бота плюс сверху возложение это хилимся живем хилимся живем живем хилимся пытаемся выжить а потом как-то пытаемся камбэкнуть но это как-то так немного нудновато здесь нет какого-то нереального экшена здесь все идет на интеллектуальном уровне ну и конечно же топ деки нужны паладину хорошие ответки я пускал паладина сейчас отличная рука против ханта или зулока но мне кажется что у нас повисла вообще моей трансляции я сейчас попрошу нам дать заставочку я проверю повисла ли у нас трансляции действительно или же нет спасибо большое и давайте проверим да потому что что-то мне не нравится а пропустите ничего не хочу чтобы мы с вами ничего не пропустили что это черт побери это очень интересно кто же победит как будет обыгрывать лайфкоуч своего паладина давненько мы его напали не видели поэтому я не хочу пропустить ни момента и мы возвращаемся ребят в игру видим что лайфкоуч сыграл хилбота после пошел эй да ты издеваешься наверное что ты творишь вот нормально к сожалению ребят нас это не зависит это трансляция от организаторов так что придется наверное терпеть знаешь самое интересное что все было хорошо то все было хорошо два матча что вообще вроде бы финальный день я скрещиваю пальцы чтобы не дай бог чтобы у них на месте не было проблем потому что когда в последний день начинаются проблемы чувствуется осадок по себе говорю когда на протяжении трех дней ты смотришь турнир зрители смотрят этот турнир тоже на протяжении всего этого времени возряжаетесь эмоции вам хочется наконец-то узнать финал причем узнать финал приятно но не смазано давайте наверное знаете давайте посмотрим будет ли лагать если будет лагать то попробуем еще один метод на следующий матч любом случае попробуем второй метод что аж лезь хочу сказать что если сейчас powder все-таки сможет в этой серии переиграть лайфкоуча я будет 3-0 это ты что во первых сенсация небольшая а во вторых я прогнозирую что powder как минимум будет финалистом этого турнира думаю да ну знаешь мне кажется что лайфкоуч сделал ставку на очень интересные деки я бы не сказала что мне это супер там по душе но не будем хранить раньше времени лайфкоуча здесь у него и железноклюв крошера освещение и забрать клинком крошера при этом ты сохраняешь своего алдора возможно даже заберешь запчасть от крошера то есть какой нибудь 2 3 или 1 2 не я имею ввиду железноклюв опустить сейчас в крошера или ты предлагаешь не разыгрывать давайте знаете как попробуем то что она чутка подбешивает будем надеяться что это хоть немного поможет а в перерыве попробуем связаться с организаторами может они нам предоставят другую трансляцию которая будет менее логучий что же это такое ребята вчера кто-то бегал возле камер да что-то что-то не чуть-чуть под сдали не знаю это странно потому что начинали мы смотреть нормально что же давайте ребята одну минуточку сейчас у нас посмотрят ребята может они собственными силами смогут что-то сделать попробуем промо что-то изменить и германия против шведов против паудера кстати лесь как ты думаешь в какой стране мира больше всего таких известных про игроков хэрдстоуна ну ты прям задал вопрос тут надо сидеть анализировать не то что на подумать на завалить я бы сказала знаешь как отлично все мы возвращаемся решили у нас ребята вопрос предложили вариант решения активный канал да очень спасибо им большое тут камбэк из риэл из очень риэл звучит ну здесь конечно же лайфко очень нас все-таки большой молодец не не стал отчаиваться мы видели что у нас друид разыграл древо мудрости на добор карты а лайфко отч смог реализовать паладинов рекрутов под интендантом ну и как здесь защищать прямо какого-то невероятно приятного варианта я не вижу потому что чтобы зачистить стол нужно отдавать все свои вот эти активные три существа возможно разобраться только с крошером и с хрипом крошера возможно его оставить потому что долю вроде до комбо еще ход или есть вариант в лицо сходить тоже как бы это вариант так давай не будем это не ханту успокойся ханту в лицо хозяйки неплохой вариант что ж а что тенетника же вроде не было точно не хант а что делает тигр в деке друида это очень интересно паудер ты по моему тоже хантом переиграл кстати говоря мы видели тигра на этом турнире если не ошибаюсь с каки у рди ю в колоде хантера многие на тигра сделали ставку но я признаюсь поиграв немного с тигром все-таки вернула латхиба обратно в деку хантап потому что латхиб во многих моментах заходит гораздо лучше нежели тигр но тигр это хороший псарь это гарантированных 5 единиц урона потому что мало какой класс может с маскировки уничтожить существо здесь у нас пытается вернуть себе контроль стола паудера за счет я чё-то не понимаю что происходит что за тенетник нововведение фишечка какая-то от паудера а может быть это какой-то токен друида и вот эти пауки используются как цели потрёв я сомневаюсь что это за друль давайте а теперь становится интересно потому что не ясно что это за дека и вот смотри там есть вот этот да 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 о котором мы говорили точно чувствую себя вангой и он золотой как и все остальные карты лайфкоуча ну дело не в том насколько он золотой или не золотой дело в том какие карты он достает что если он достает какое-то полное нехорошее то золотое не золотое все равно ты на него рейджишься и тут лайфкоуч решает пойти ох а если у нас будет комбо может ли здесь попытаться реализовать у нас друид летал ну с комбо здесь ванов эх боль и обычно у нас друиды вряд ли пойдет в лицо да даже если там есть пенький рев потому что ван дэмэдж долетала как ты сказал а у паладина восьмой ход и уже точно может быть реализовано возложение рук поэтому я бы наверное на месте друида не рисковала хотя возможно это единственный шанс на победу потому что с таким столом бороться очень сложно ой-ой-ой там что-то действительно у организаторов какие-то косяки потому что здесь у нас даже чистый поток говорить нам ноуп я буду лагать мне плевать на вас что ж нет ни бигим хантера ни комбы ничего нет и даже свою гроза нельзя подробовать карту сейчас все плохо у друида если он сейчас поставить тень если он сейчас поставить тень он теряет все потому что вскрывают пауков но кстати освещение будет дорогое освещение будет 9 маны так что может стоит поставить тень попытаться извлечь хоть какую-то вэлью потому что если стоит тень то паладин сто процентов будет играть освещение под латхибом освещение 9 маны то есть это весь ход слитый исключительно на освещение и твой оппонент уйдет также в размен по столу что возможно это и неплохой байт здесь очень трудно сказать на что делать ставку паудру в этой игре то есть на контроль стола на прожатие в лицо на что с контролем стола ты не пободаешься с паладином потому что все таки освещение равенство тут главенство у паладина гораздо больше хороших зачисток нежели у друида здесь нужно не упускать инициативу и пытаться финишить конечно же с комбо ну в принципе этот друид у нас так и играет держит-держит стол пытается не попасть в самый хвост паровоза да и потом реализовать комбо но здесь друид в хвосте мы видим освещение здесь освещение очень многое решила потому что без проблем у нас я думаю бомбочки даже с латхибом могут разобраться потому что надо всего лишь 3 урона эх в лицо ну знаешь я бы наверное все таки бумом разменялась потому что не с моим везением и не с везением лайфкоча они плохо оружием забирают ну да учитывая что у него есть пушка у него есть возложение он позволил себе забрать оружие но я думаю павдер должен понимать что если оппонент вот так вот рискует то у него 100% есть возложение и тебе больше ничего не светит или же хилбот любое дополнительное здоровье мы видим 2 комбы у павдера в колоде сейчас я заметил в нынешней мете не часто друиды вообще используют 2 комбы ну не знаю мне кажется 2 комбо это хорошее решение потому что ты можешь отбиться использовать комбо не только на финиш но и на ремувал когда ты играешь с одной комбо и ты не в очень выигрышной ситуации особенно против агроколод тебе приходится спускать force of nature пеньки как раз таки на зачистку и в результате ты понимаешь что ты выиграть ну никак не можешь потому что у тебя не хватает вторых пеньков да очень тяжелый паладин у лайфкоотча это и кельтузад это и голем не знаю это конечно очень смелое решение от него я бы наверное не рискнула взять настолько тяжелого пала против агрессивных колод ну хотя возможно лайфкоотч понимал против кого он играет и знал что этот человек не особо фанат агроколод например против какого нибудь эрдию он вряд ли бы решился на такой лайнап потому что эрдию в рамках этого турнира взял ну невероятно агрессивные колоды тут бы лайфкоотч просто скуклился очень и очень быстро что ж ну я думаю сова да 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 я думаю сова жеглер интересное решение потому что я бы наверное там как-то супер соевого сыграла попыталась бы морально задоминировать оппонента сыграла бы сову разменялась бы и сыграла возложение но здесь у нас лайфкоотч решает просто побыстрее сделать летал и уже не затягивать матч здесь все лайфкоотча очень даже неплохо и вот пожалуйста у паладина на протяжении всей игры не было трусильвера но зато были колотушки вот эти один четыре за которые харрисон мог дать огромное количество карт да паудер менял харрисона в стартовой руке на что мы обратили внимание с тобой и сейчас это юзлес карта ну и вот первые пеньки отдаются у нас под ремувал попытку засейвится попытка будет удачной но как выигрывать эту игру да никак не выигрывать эту игру я думаю что шансов у друида здесь конечно немного учитывая что 6-4 на столе стоит здесь пойдет еще после кельтузада друид должен левать потому что разобраться с кельтузадом у него нет шансов тем более что там мы видим хилбот и возложение рук и все таки лайфкоуч хотя рано рано еще говорить но я думаю здесь говорить не рано потому что аутов для такого класса нет это тени вар да который даст потасовку выживет паладин рекрут допустим то что вывалится с крошера заберется слэма там или еще что-нибудь ну друида слишком мало вариантов здесь даже размах даже получился очень иррациональным вот таким вот надежда на то что у паладина нет таунтов хила и приходит комбо я бы возможно вот трусильвер трусильвер хилбот а здесь летал летал конечно ну и что 2-1 лайфкоч забирает одну игру блин хватит это терпеть короче что я сливаюсь соберись ну и собрался же и как я и говорил лайфкоуч остаются две колоды которые вполне могут победить друида да да обыграть друида кстати очень грамотные решения от лайфкоуча с точки зрения продолжения участия в турнире то есть он решил не брать супер хорошие матчапы против друида а сделать ставку на самый слабый возможно свой класс против друида выиграть им и если выиграешь то уже потом планировать как добивать этого друида в дальнейшем мы видим что лайфкоуча нет в пике варлок хотя прошлые два дня он у него был то есть отказался от меня очень это простите радует потому что лайфкоуч на хендлоке это конечно весело но не на третий день турнира извините а не на третий день турнира когда у нас целых три помимо этой встречи еще шесть БО сколько то там потому что эти матчи четверть финала у нас проходят в формате БО 5 а вот полуфиналы и финалы я не знаю в лучших традициях фильмов ужасов финал с лайфкоучем БО 11 и мы тут просто остаемся жить подушки да конечно подушки как тебе на этом стульчики стульчик удобный да ну ладно врунишка удобный а амортизатор такой да конечно кто не знает мы говорим именно о студийных стульях у нас такая ситуация была когда у нас как-то включали выводили в камеру а этот стул мы сидим на барных стульях чтобы нормально в кадре смотрелось они высокие я помню мы сидели и этот стул начинает подо мной проседать я понимаю что я лечу вниз и как раз в кадре и это было очень забавно я чуть не завизжала в голос но вроде бы вроде бы стул не до конца уехал поэтому удалось как-то сохранить лицо ну и здесь у нас что с лицом все хорошо только я тут только что чуть не упала и опять тигр у паудера в руке ну я не знаю это какое-то очень интересное решение паудера авторское как я их называю эти решения очень странное очень необычное но какой и есть да да кстати здесь лайфкоч решил сыграть морозную ловушку хотя гранитель чаще под морозную ловушку это не супер вэлью но я думаю что он просто попытался сохранить темп игры для себя какой-то стол ну у него там неплохое есть продолжение для лайфкоча латхип и т.д. но здесь кстати у друида также все неплохо потому что у друида по мане все неплохо выглядит как же это трудно лезть на самом деле ты играешь турнир до самого вечера то есть потом возвращаешься домой и тебе нужно думать о завтрашнем дне о подборе колод ты заходишь в игру и полночи думаешь что положить что нет кто будет твой соперник да ладно полночи думаешь знаешь вот я я тоже так считала а потом я познакомилась с профессиональными геймерами профессиональным геймерам плевать они приходят домой вот как паудер собрал рандом на колоду пошел побеждать на турнире да тигр это нормально 40 пыли подумаешь тигр да нормально пускай думают что это что-то крутое не шутки шутками но в целом я думаю что такие супер какие-то игроки типа коленто лайфкоча у которых не дня без турнира я думаю что у них просто не хватает физически сил чтобы отслеживать с кем они будут играть какой игровой стиль я думаю что если он попадает на такого же супер популярного известного игрока как и он то он уже игровой стиль его знает и на автомате собирает под оппонента колоду то есть здесь не требуется какой-то невероятной подготовки а вот если кто-то из наших ребят снгшных поедет на road to blizzcon я уверена что он будет очень серьезно подходить к вопросу подбора колод конечно рассматривать своих оппонентов их игровой стиль и это правильно ну и здесь судя по всему у нас паудер отчаянно медленно но верно проигрывает игру и это как-то очень быстро 2-2 turn 7 little из известной песни про охотника ну знаешь я наверное пропустим этот момент скажу глупость но я не слушала эту песню блин я не настоящий охотник надо послушать подожди там цензурные цензурные что-то я тебе не верю как-то это подозрительно там рассказывается про интеллект хантера про скилл про умение достать килл команды то есть умение оттуда как инервейта с задруида с вайлдгроссами это одно но достать килл команд когда у соперника опять здоровье ой все давай не будем про ужасы сейчас хорошо я поняла что это лучше не смотреть и 2-2 мы тут заговорились а счет 2-2 ну да камбэк lifecoach последняя игра последняя пятая решающая и это друид против патрон вара на патроне lifecoach поэтому игра будет насыщенной как минимум до фитиля до фитиля о оружие если там есть монетка и озарение то это харрисон это фуловых почему мне нравится вайлгросс а мне нравится монетка харрисон почему почему ты сыграл монетку харрисона мы кстати на протяжении эфиров обсуждали момент когда некоторые игроки держат харрисона исключительно под укус да есть такое есть такое я бы наверное на месте друида не стала держать именно под укус харрисона я бы сыграла сейчас на 2 карты извини на третий ход получить на столе тушку 5-4 у оппонента нет монеты он ее никак не забирают и лишить оружие разве что слэмом экзекьютом он мог забрать но это две карты в одного харрисона который уже принес тебе value возможно такое решение обусловлено тем что у друида нет продолжения потому что если бы не буйный рост то он бы не мог поставить крошера не знаю мне харрисон нравится больше на опережение хороший добор карт максимальный добор карт что немаловажно две карты да здесь и харрисон был неплох и вайлгросс хороший ход здесь я бы сказал оба хода сильны и поэтому лайфкоуч выбрал одно из двух то есть это его решение что же будем смотреть посмотрим 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 главное чтобы сейчас паудера не подкосило не подкосил тот момент что он выигрывал 2-2-0 и сейчас уже 2-2 вау то есть харрисон простите харрисона ставить не хотел а бума созарение монетки я поставлю почему бы и нет не знаю это прям для меня это слишком yolo play то есть сыграть с харрисоном он не захотел подконтрольно харрисона ты бы не сильно жалел это существо 5-4 но как он сейчас пожалеет за бума потому что есть слэм есть экзекьют и я не знаю мне кажется это не совсем тот ход который нужно было делать против патрона играет созарение монеты бума это ровно то же что такой ход исполнить против вара контроль вара ты либо all-in идешь либо получаешь экзекьют и теряешь все свое преимущество не знаю мне кажется этот ход ненадежный тем более что у патрона уже одето оружие и есть что-то на столе хотя это не часто мы видим ну что ж слэм экзекьют еще и раскачанный берсерк не будем об этом забывать да что ж друид потерял и нервит монетку ну мне кажется это конечно только его ошибка ну и сейчас лайфкоучу нужно было бы ударить и опять лайфкоуч не буду бить харрисона нет а харрисон есть и все таки лайфкоуч идет в лесу читает читает хорошая игра мне нравится а вот сейчас уже паудер задумается стоит ли отдавать харрисона в такой ситуации давайте посмотрим на разброс бомбочек и там уже по ситуации возможно этот друид в чарж разбить берсерка мне кажется это не самое хорошее решение ты очень сильно подставляешь стол под одну всего лишь раскрутку а раскрутка была бы на прошлый ход когда были бомбы и бум ну тоже верно кстати ты прав и тут топдек раскрутки и слэм два слэма играет лайфкоуч знаешь топдек не топдек но гуля есть под гулю можно поставить служителя боли это та же история только под другим соусом сейчас очень идет очень сильная борьба очень потная борьба идет именно за карта за количество карт в руке и пока наверное у вара потенциал чуть больше потому что слэм на добор гномка на добор боевая ярость служитель боли блин с 5 карт 4 карты на добор можно реализовать а вот у друито с добора карт только древо не лучше здесь не смотри лучше на боковом смотри потому что слишком условно получается и здесь топдек гнева чтобы дать минимум карт своему оппоненту неплохой топдек кстати ну единственный суперский вариант который его спасал хранитель чаще был бы тоже наверное неплох но хранителя можно придержать к другому существу и смотри паутер держит харрисов еще и максимальные бомбы 2 бомбы по 4 урона б боль ну да знаешь я думаю что это объяснять не нужно это как я сегодня меня спрашивают когда начинается стрим я пишу 22 минуты кто-то со зрителей пишет 12 ну а там действительно 12 минут я такая пишу выспалась в общем нормально алфавит с хейсерами под патронов и под внутреннюю ярость ну похоже паутер приплыл не факт будем смотреть что же сейчас сделать разбить лицом крошера сыграть слэм да что смотреть приплыл он и хорошее существо здесь нужен император нужен командир и можно просто вскрываться паутеру ну не знаю я не думаю что друид является там суперским выбором для того чтобы играть друидом сейчас нужен во первых необычайный скил во вторых для того чтобы сейчас хорошо реализовывать друида нужно грамотно ставить просчитывать варианты с его колодами грамотно просчитывать врага с его колодами как он будет играть последовательность его колод чтобы более выгодно разыграть свой класс друида и оставить на закуску самые сильные свои классы потому что например против лайфкоача друид ну откровенно говоря был слаб только против пала и то мы видели что там паладин с ним справился без особых проблем друид против патрона плохой матчап для друида друид против мидрейн шантад тоже не самый приятный матчап ну и здесь у нас действительно не слушай торопимся то мы с тобой торопимся но восьмой ход может быть рев пеньки и вэлплей нет 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 нужен нервейд рев пеньки из четырех карта я имею ввиду на девятый ход да да нету армор смиток и вот этот харрисон который ждет десбайт который лежит последняя карта надо было реально надо было тогда его пускать на топор с монетки я не понимаю зачем он его выпустил с бума тогда ну не принес он ему какого-то суперского вэлью не знаю мне все-таки нравился бы больше наверное ход именно с тогда монетой озарением харрисоном на две карты что ж пауда решает в кошку и фейс интересное решение попытка за финишить именно в следующий ход чтобы не затягивать игру это кстати хорошее решение возможно это единственный вариант на победу потому что если ты рассчитываешь на пеньки и рев то тебе минимум нужно два хода чтобы топдеккнуть пеньки топдеккнуть рев а если ты патрону даешь два хода то вообще он тебя на изичах сделает и мы знаем что в коуче есть комба то есть у него есть патрон есть вировинт есть inner rage также у него есть не забываем командир нужен да тут ооо лот хордер да да командир был бы конечно неплох сейчас но и даже без него можно крутить обязательно нужно армара пац крутить то можно но как ты чистить собираешься силой мысли можно избавиться только от нескольких существ причем тебе придется отдавать внутреннюю ярость не в патрона смотря кого конечно же ты решишь убрать сколько вышло экзекьютов вопрос один на бума один значит есть шанс чтобы дайкнуть второй экзекьют с боевой яростью но это очень дорого будет с околита и со служителя более да то есть есть несколько вариантов я бы возможно раскрутку сейчас дала да раскрутка здесь сто процентов вопрос куда давайте на рейдж я думаю что лучше раскрутку лучше раскрутку там хотя нет подожди если внутреннюю ярость раньше даешь то будет просто больше патронов поэтому лайфкоуч действительно обдумывал эти варианты рискует рискует лайфкоуч пытается командирский и не экзекьют это не то он может забрать только одно существо сейчас командирский крик очень интересная карта играет лайфкоуч колоди но проигрывает эту серию и еще и отдает сейчас просто да не знаю мне кажется не та последовательность действий и блин каким то волшебным образом паудер все таки побеждает но знаешь тут нужно смотреть правде в глаза тут не выиграл паудер тут лайфкоуч немножко странно сыграл да да паудер харрисон пролежал всю игру почему почему немного ну во первых конечно же тот же харрисон во вторых меня например во время игры лайфкоуча смутила последовательность действий да то есть он мог все таки найти какой то подконтроль ну не будем отнимать того что просто лайфкоучу не повезло вы видите что паудер не чувствует себя победителем так тяжело выдыхает потому что ну я не думаю что остался у него приятный осадок потому что на скиле он не выиграл он выиграл я думаю на том что лайфкоучу не заехал топдек ну и плюс лайфкоуч конечно в конце немного смазал немного ошибся возможно ну если бы прошел второй экзекьют возможно это что что то бы да поменяло так что всем хорошего настроения у нас сегодня суббота у нас финальный день сусрок и нас ждет с вами еще масса матчей давайте я вам сейчас даже расскажу какие же матчи нас сегодня ждут если у нас будет все по расписанию то следующий матч у нас Хоя против Мартин Крик кстати два интереснейших игрока особенно Мартин Крик о котором мы очень мало знаем но который прошел просто всю сетку с хорошими результатами также Тайс против Вортекса Асткака против Тома ну и у нас уже есть один из ребят который прошел дальше это у нас Паудер обыграл он лайфкоуча лайфкоуча к сожалению мы больше в турнире не увидим очень близкие были у них игры и вот я не знаю я бы наверное все таки хотела видеть на этом месте лайфкоуча ну как ни крути не только ты в конце я думаю он смазал и ну Паудер этого достоин Паудеру тоже нужны какие-то достижения нужны турнирные достижения лайфкоуч у нас уже опытный игрок опытный и сильный поэтому я думаю что ничего страшного он особо не переживает что проиграл ну и я смотрю что там у нас просто нас в студии переживают что проигрывают ребят серьезно это нужно записывать вот сегодня в студии за счет того что выходной день у нас мало людей но когда у нас был будни день было очень много людей и выключается камера просто такие крики стоят все играют в Хардстоун тут стояли просто дичайшие крики знаете вот как будто в зоопарке один вопит только не х quantidade кабан кабан пожалуйста ну кабан В общем, очень забавно. Я сегодня с собой взяла камеру, так что, возможно, я это все дело поснимаю. Но сегодня у нас не так экшеново. Так что, ребят, мы, наверное, будем убегать на небольшую паузу. И нас ждет матч Хоя против Мартина Крика. И я думаю, что пауза у нас должна длиться буквально там максимум минут 15. Потому что, по сути, игра была сыграна полностью. 2-3. Максимальное количество времени было использовано. Почему у нас обычно такие долгие паузы? Потому что игры, например, прошлые игровые дни, там были 2-3. 3-0. То есть игры были очень многие в одни ворота. Поэтому использовалось мало времени и приходилось заполнять паузы музычкой какой-то. Ну и, собственно, да, мы убегаем. Никуда не уходите, сделайте себе чаек и возвращайтесь. Да, да, скоро вернемся.